А теперь мы перейдем опять-таки вернемся к нашим баранам и скажем, главное, а главное что? Вот это результат нашего тренинга, правильно? А у нас в тренинге произошли изменения за вот эти два месяца. Мы вот интернету говорили, что мы усилим базовость на плечи. Мы это говорили, но мы же могли и не усилить. Так вот, говорю, какие у нас произошли изменения. Вот гляньте, как выглядел наш тренинг в предыдущие два месяца по составу. Субтитры создавал DimaTorzok И гляньте, как он выглядит сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И гляньте, пожалуйста, как распределяется нагрузка топографически по нашему телу в течение нашего тренировочного цикла. А я акцентированно укажу на те изменения, которые, допустим, не обратил на них внимания наш очень умный зритель. Конкретно, в чем усиление нашей базовости? А усиление нашей базовости в том, что у нас было одно базовое упражнение за тренировку. Если помните, на одной неделе тяга широким хватом стоя. На другой неделе тяжелые разводки гантелей в стороны, стоя. И дополняли мы какими-то корректирующими упражнениями для Дельт в целях вашего тела. То за этот период, вот эти два месяца, которые мы сейчас подводим итоги, значит, они уже выглядели с одинаковыми средами за двухнедельный цикл. То есть и там, и там стало по два базовых упражнения. Я рисковал. Рисковал в чем? То есть вы могли получить перетренированность по плечам. Кстати, это самое частое явление. Вот у меня задают вопрос, по каким группам мышц вот эта перетренированность чаще всего? По бицепсу, самое частое тренированность, и по плечам. По трицепсу, все же, все-таки реже. Вот по бицепсу и по плечам. Вот эта перетренированность, она бьет незаметно. Причем по плечам она может ударить так, что вы получаете травму и выходите со строя, но очень длительно. Но у нас изменения только усиления базовости по плечам. Причем вот это усиление базовости по плечам видно и при вашем позировании. То есть чувствуется оно. У нас также произошли изменения по базовости нажим груди. Это очень важно. У меня не было изменений. То есть у меня был 45 градусов угол, я его так и оставил. Но у вас я усилил базовость. Усиление базовости в чем произошло? Я уменьшил угол, и получился этот угол 20 градусов. А с учетом прогиба грудной клетки при жиме, это фактически горизонтальная раскладка нагрузки на горизонтальное положение грудной клетки. Вот это будет более точное изъяснение того, о чем я хочу сказать, к чему привело изменение нашего угла. Давайте вспомним еще, в чем изменение было. Было ли оно еще в чем-то? Это лучше жим и плечик, и все. И все, да? По-моему, все. А, ну плюс фиксацию я просил выполнять на пресс, да? Вот в среду, на тренажере, вот это как раз на массу. То есть уменьшилось количество повторений, с фиксацией, оно четко легло, да, на массу. По бицепсу изменений не было, все таки осталось, собственно говоря. Но, вот это два таких очень значительных изменений, которые могли бы привести к перетренированности. Вот есть люди, которые, ну, зрители давние моего канала, они очень опытные, и они вот очень вас так по-отечески тоже беспокоятся и спрашивают, а насколько вы можете выдержать такой отказной тренинг? И очень так опасаются, а не получите ли вы перетренированность? Вы что-то посмотрели, как вы выполняете отдельные упражнения? Ну, мы так всегда качаемся, правильно? То есть это у нас неделанное было. То есть я когда делал съемки на отказной тренинг, вот если помните, я говорю, да, вот хочу снять, чтобы вы посмотрели, как там сбоку будем это выполнять и так дальше. Это уже потом по ходу я уже сказал, что может быть, покажу в интернете. И там, кстати, может быть, и сразу стало и видно, что где-то вы больше стараетесь. Но я должен сказать интернету, вполне отвечать за свои слова, что такой тренинг у нас всегда происходит. У нас там, я говорил, сотни пар глаз, которые постоянно ходят за нами. Которые не дадут соврать. Да, не дадут соврать. Мы полностью отдаемся штанге, как женщине, честное слово. Да, поэтому, поверьте мне, у нас тренинг такой с отдачей всегда. Ну, потому что он такой, вот поэтому я даю результат вот таких вот условий. Ну, говорю, даже я сомневался, что он будет. Тем не менее. Я, кстати, не говорю о том, что я там несу какое-то что-то новое в тренинге субинатурал. Да нет, просто разумная организация тренинга. Я ее показываю. По технике выполнения упражнений, конечно, споры с интернетом у меня будут постоянно. Я тут не новатор. А новатор от Спасококотски в это направление. Я так тренировался еще, говорю, в 90-е годы. Вот, поэтому ничего нового тут я не придумал. Никому я там не подражаю. Там такие тролльки ко мне заходили, которые говорят, да, вы тут Спасококотски только постарше. Ну, видно, моя лысина их вдохновила на такие утверждения. Вот. Натуральность у меня неделанная, как у Юрия Спасококотского. Поэтому я там не краснею ни за ребят, ни за себя. Я знаю, что, опять-таки, сотни пар глаз кругом. Вот. Всегда могу там приехать, проверить, так как угодно. Вот. Может, интернет мне предложить с кем угодно, забьюсь на приличные деньги, чтобы я потратил там ревать. Не зря на эти проверки и так дальше. Там, пожалуйста, собирайте там, я могу даже знакомые, которые знают меня всю жизнь, сказать, вот, сними, разговаривайте, там, трусите, выговаривайте, там. Пусть они комбромат на меня выкладывают. Вот. Так что, интернет, вот, он, конечно, разный, по-разному можно относиться. Ну, как, вот, мир, он бывает очень добрый, бывает колючий. Но самое главное, что как бы это ни было, вот. Вот, я говорю тем ребятам, которые на себя поставили крест и смотрят уже вслед за движением молодых спортсменов, которые показывают, куда колоть, как колоть, как долго колоть, там, под какую музыку колоть, с какими котами колоть, вот, которые привлекли на свою сторону вот этих хардгенеров, и которые уже не видят другого пути, и идут вот это за такими горе-культуристами, которые видосы снимают подобные, вот, и не знают, что есть альтернатива, альтернатива классная, здоровая. Ну, понимаешь, как, вот, когда ты отработал на тренировке, натурально, неделанно, и знаешь, что это твой результат, твоего труда, ты чувствуешь себя человеком, а не какой-то выращенной свиньей. Да. Как, там, кабанчиком, быком, как хочешь, что назови. Ну, Бог говорит так, ко мне у вас вопросы есть? Нету. Матросы. Ну, хорошо, тогда я еще скажу дальше, какие изменения у нас произойдут. Да, уже интересно. Да, произойдут уже на следующий этап. Сейчас этап у нас по-прежнему, я вам сказал, будет массонаборный. Да, но изменения будут. Я говорил уже в интернете, что я уже размышляю по поводу усиления базовости. Казалось бы, ну, куда еще более усилить? Вот, конечно, у меня какие сомнения? Ну, смотри, вот, вы пропускали, да? Хотя базовость была усилена. Может, вот эти пропуски как раз давали вот эти моменты восстановления, которые, может быть, не хватило бы, если бы не пропускали. Ну, да, тоже возможно. Да, возможно. То есть, возможно, если бы вы там не пропускали, раз, и перетреню, бах, и поймали. И, ну, раз, и обвал мышечной массы. Поэтому, опять-таки, рискую. Но ты не знаешь, что пропускать надо. Вот, давайте так, давайте попытаемся, ну, насколько возможно. Ну, у меня нету такого. Я в прошлый раз говорил, мол, что результат отрицательный. Да, да. Вот, поэтому я уже так осторожно говорил. Вот. И я хочу добавить, вот, мы же-то готовимся к лету. Вот, перед тем, как мы будем проводить такой цикл формирующий, убойный, такой красивый, ну, красиво выполняться, повторений там много. Ну, может, веса меньше упадут, но уже в интернете привыкли, что все-таки культурист, это, он не стремится к силе, он стремится к виду тела. Вот, часто забывают, что культуризм, это все-таки вид тела. А потом уже силы. Да, поэтому, мы пожертвуем тогда, а сейчас, в этот массонарморный период, мы добавим к нашему бицепсу. Обычно все радуются, почему? Потому что бицепс, это вот, визитная карточка культуристая. То есть, если вам внимание обращать не только мальчики, но даже девочки знают, что есть бицепс такой, не знаю, какие мышцы, или что-то. Ну, бицепс все знают, вот, пресс и бицепс. Ну, после, конечно, ягодица. Да, да. Вот для нас, мы говорим, ноги, главное, массу отдают. А у них вот это, ягодицы, пресс и бицепс. Ну, вот, как раз бицепс мы и добавим, я считаю, тоже будет нормально. И посмотрим, насколько вы живучи. Там будет легко, вот, как раз, почему и бицепс. Вот я сказал, что перетренировались по бицепсу. То есть, тренинг, он должен быть индивидуальный. Вот то, что я рассказываю о своем тренинге, о нашем, это не методика. Абсолютно. То есть, каждый под себя должен подстраивать, прислушиваться к себе. Ну, вот у меня, говорит, так вот, в интернете, я считаю его своим соратником, вот, как-то, говорит, товарищ по борьбе. Вот так, есть такой натурал, бомбик. У нас, ну, где-то, ну, он на своем фронте в бою, это, говорит, так, ну, он более, такой, анонимный. Я на открытом фронте, вот, меня легко. И найти, конечно, я так не могу, красиво воевать. Я таких снарядов, вот, да, моей Аброри не может быть. Это уже так, вы, там, красиво, очень. Я могу, конечно, там, вот, тролли, которые заходят, чтобы они знали. Вот, поверьте мне, ну, вот, у меня хватает. Я, все-таки, дитя 90-х годов, вот, поэтому, можно было бы очень жестко разговаривать. Там, заходят, там, видно, там, в комментариях. Пока, ну, букву мне жалко, пока нет времени на них. Вот, ну, Бобик, так, пусть разбирается и правильно делает. Ну, молодец, пацан. Вот, это реальный пацан, который реально бодрил вот эту всю химозу, вот эту, причем, такая она, ну, подростковая. Ну, это, я просто в шоке, что сейчас творится среди подростков. Ну, это просто море пошло. Ну, такое впечатление, вот, что до часа, там, с одной стороны, ну, я думал, там, достаточно такое помороженное движение, а там, нет, там, вот, я вот заходил, мне что, вот, сообщили, что там, Бобик вернулся, вот, а так как я его считаю товарищем по борьбе, вот, я зашел, почитал его статью, порадовался за него, за его правильную жизненную позицию и посмотрел, и администраторы достаточно, там приличные, приличные, ничего не мог сказать, может, раньше были. Хотя, конечно же, они льют воду на мельницу химического, вот, это, продакшн направление коммерческого. Вот, ну, в принципе, они дают трибуну. Бобика не было, я думал, что его просто забанили, и так я и по дочери прощался. Ну, он вернулся, я считаю, правильно занимает позицию администрация дочери, ну, может быть, и хозяин дочери, Вадик Иванов, не знаю, пока еще не успел почувствовать его движение. По видео, ну, это помороженность полная, не знаю. Это пацанов за собой тянуть, это болото химическое, это я не понимаю, я не догоняю, это неправильно. Ну, это чисто бабло, но бабло, что оно не побеждает. Бабло должно побеждать зло, вот это я понимаю. А плодить зло тебе, такое бабло не надо. Вот это, это неправильно, это не по-людски. Вот я наверняка знаю, что у меня начнут спрашивать. Вот я бы сейчас подвел черту, да, вот все, все, рассказали, поговорили. Кстати, вот наше подведение итогов, можно назвать, я так думал, это беседы о культуризме. Вот так вот, или там рассказы культуриста. Потому что наше итоговое встрече, получается, что больше подолок мой. Я скажу ребятам, ну, так смотрится. Но, в принципе, это нормально. Потому что я первый раз, когда перед камерой встал, там, так кролик, это не только от сына бьет. Это я глянул, там вот такой острый пацан въехал, ну, такой видеотрол, я его называю, вот в интернет. Это Дима Доцкой, по-моему. Вот он там, такой критический материал. Ну, видно, уже достали человека, что его банили, банили. А человек-то разумные вещи говорит, да. Вот о Юрии Спасахукоцком. Поэтому, ребята, да, я отвлекся. Можно называть наши беседы и беседы о миокультуризме, но прежде всего будут вопросы, вот как раз, это же одна часть, да, наш результат, да, нашего тренинга. Но не только наш тренинг дал результат, а питание. Вот я уже за питание вроде как помалкиваю. Питание все-таки не самое главное в конце. Организм свое берет. Вот я все понимаю. Это мне надо питаться, потому что, ну, говорить, если у меня есть вот выпирание с живота, вот я когда, вот я бывает, выдуваю, вот он меня так, знаете, я бы мог постоянно контролировать. Вот Арнольд, кстати, по жизни, он и сейчас, он постоянно его контролирует. Я вам потом расскажу, как контролировать. Это очень просто, очень просто. Но я его не контролирую, даже на камеру. Вот если вы посмотрите мой реальный, там везде реальные съемки, я выдуваю сейчас живу. Он у меня отдыхает. После упражнения, ну, если я в начале тренировки делал упражнения, я забил этот пресс. И мне на съемке проходится два часа, я что буду его держать? Да не хочу я. То есть я не хочу никакой делости, даже в этом. Поэтому там выпираешь, там его, пусть всегда отдыхает. То есть он должен быть действительно свободный. Но контролировать его не сложно. И то же самое, там, может быть, у вас он автоматически еще нет. Но вот у меня нет котлет. Атлет все-таки возраст, он приводит. Хотите вы, не хотите, к выпиранию живота. Ну, это вот после 30 лет, это у каждого практически. И приходится там его контролировать. Ну, мы не говорим за самототропные животы, которые не хватает, даже в прилично раз этого пресса ужать. Мы за это не говорим. Самототропные животы, это отдельная история. Я к чему уговорил за свой живот? Чтобы вы вернулись к питанию. Так вот, мы не сказали, что питание у нас тоже изменилось. У вас. А питание как изменилось? Вы стали же пользоваться такой тем, кто-то... Точно протеины, да что-то вам рассказывать. Там, что надо. Вот. Ну, вот так вот, как есть. То есть, по два вареных яйца. Мы говорили за питание перед сном. Это у вас иногда, если вдруг вспомните, если вдруг есть возможность. Там, вот, закупили творог и так далее. Вот, кстати, творог я вот закупил сегодня. 10 килограмм. Шикарно закупил. Ага, плохо торгуетесь, самое ценное. А то и 3, а то и 5. В итоге купил, вот стоит у нас творог. Вот 34,36 гривен. Творог сегодня на рынке. Я купил за 28. Вот, не обожал. Оп, 10 килограмм. По пакетикам. Я их даже уже в формочки не ложу. Вот так я кирпичики сложил. Заморозил. Теперь кирпичик достал. Я так, ну, смотрю, у меня закальство. Раз, разморозил. И у меня все готово. Ну, поверьте мне, это будет и дешево. И, кстати, и время очень экономит. Ну, я не знаю, возможно, ваши морозилки, конечно, они будут быть ограничены. Но, в принципе, вот даже вот заработаете, надо иметь морозильную камеру. Тогда вы сможете там рыбы такой, бракет купить там. Ты понимаешь? И не надо будет вот это... А вам же хочется все успеть. Вам надо экономить время. Поэтому, ребята, вот за счет морозилки подумайте. И на счет уже на следующий период, раз уже базовость добавляем. Хотите бицепс уменьшить? Само собой. Перед сном. Вот я перед сном нерегулярно лей, но в тренировочный день стараюсь. Стараюсь. Вот перед тем, как лечь спать. Вот перед сном. Перед тем, как лечь спать. Потому что я ложусь в 6 утра. Ну, часто, очень часто. Да, у тебя уже семья встает, а я только ложусь. У вас получается отдыхать? Ну, в ванне не получается вообще. То есть у тебя дальше пойдет так же и в таком же режиме. Вот это твои подработки, твоя увлеченность, которые мне нравятся. Мне импонируют. Увлеченность. Вот. Я сам так увлекающе. Ну, не зря я разработками космическими занимался. Ну, не знаю. Увлеченностью. Увлеченностью. Ну, конечно, хотелось бы, раз уже это... Тут же мы вышли на публичность. Хотелось бы, чтобы чуть-чуть подвидулись в увлеченность. На какой-то период хотя бы. Все-таки мы ребятам должны дать надежду, что возможно показать. И вы это действительно показываете. Вот обратите мне, сколько худеньких появилось. Вот ребят. Да, вот этих. Которые ходят просто и на вас смотрят. Да, смотрят, потому что я вот, я их замечаю. Я делаю, что не замечаю. Я их замечаю. И мне это радует. Что не только у нас приходят такие, что там плю не растет. А такие, которые очень сложные. То есть вы даете им надежду. А это, кстати, первый ход и первый проход. Ну, не дает никто такого. Ну, там снимают какой-то свой первый курт. Там какие-то пептиды свои снимают. Ну, это просто какое-то движение стало, ну, очень суровое. Да, сто бобиков надо на них. Ты понимаешь? Ну, это беспредел уже начинается. А беспредел, кстати, в жизни наказывается везде. Запомните. Человек, если беспредельничает, его жизнь наказывает. И это понятие не уголовное беспредел. Нет, это жизненное понятие. Нельзя переходить пределы. Вот если ты что-то зарабатываешь, бабки, ну, не набирают бабки на наркотиках, на вот этой химозе, которая, ну, то, что по прибыльности, она не хуже наркотиков. Но то, что здоровье отдают, ну, конечно, психическое больше наркотикам отдают. То есть здесь, ну, часть психики отдают, часть за счет своих неустроенных, там, жизни семейных, там, за счет того, что им рожать детей, это все-таки любая химоза на деторождаемость, на те же сперматозоиды, на яйцеклетки женские, ну, все отражаются. Дети немножко отличные вырастают. То есть, ну, мое движение против этого. И оно публичное. Вот. И я рад, что у меня есть единомышленники, правда, менее публичные. Вот. Я, вот, Бобик, когда тут раньше, я познакомился вот с его статьями, он раньше имел название «Злой натурал». Ну, «Злой натурал»-то и меня называли. Я себя давно даже называю. Вот я даже посмотрел, у меня все футболки «Злой натурал». Вот. Да? Да. Я сам училился. Есть футболки «Злой натурал». Вот. То есть, это уже, будем говорить, вот это определение «Злой натурал» – это позиционирование. Где ты, в каком лагере находишься. Но «Злой натурал», вот как и мои мелочи культуризмы, это «Злой натурал». По-разному. Значит, готовьтесь к тренировке бицепса, а тут вы должны усилить восстановительный период. Мой сон. Да, да. Вот давайте посмотрим. Ну, не пойдет, значит, мы где-то чего-то уменьшим, да, если вы захотите все-таки упор сделать на бицепс к лету. Я в своем тренинге всегда так делал. Я делал упор, вот добавлял на бицепс. Меня тоже это воняло периодически в такой, ну, я чувствую, где-то приближается. Я раз делал, пропустил тренировку. Вот чувствуешь, приближается. Перетренировал, раз пропустил. Так, понимаете? И где-то раз там ослабил. То есть у меня нету такого неразумности, бабах, нет, я все равно задумал и погнал. Нет, надо себя чувствовать, к себе прислушиваться. Я вот прошу всех, кто нас слушает, чтобы действительно, когда берете, организовываете тренинг, смотрите, как он к вам подходит. Ну, что ж у меня красивая рубашка? Она вас там может выглядеть совершенно. А то что даже и тренинг. То есть только под себя примерять. Я стараюсь, у вас, видите, как обратную связь, говорю, а как вам? А как вы себя чувствуете? А как руки, а как плечи? Ну, да, каждый раз, после каждой тренировки. А теперь, вернусь к нашей барану и скажу о недостатках. Вот я просто глянул картинку, да? Вот это позирование, правильно говорят? А тут виднее. Я что, я тоже как? Ну, вот вроде бы как мы упор делаем на межлопаточную область по спине. Ну, кроме там классических, широчайших, да? Ну, ребята, отстает. Вот, а хотелось бы... Где вот эта плита тропицей? Не получается. Почему? Возвращаемся. Вот это вот движение под 70 градусов, да? Сведение лопаток ромбовидной. Вот это сведение, значит, недостаточно. Или которое у нас в среду, которое часто пропускается. Да, отстает и среда, который часто... Точно. А у тебя, когда, со сведением, вот сводить лопатки. У тебя вроде как движение раз, а лопатки... Лопатки не сводятся. Не сводятся. То есть, вот здесь мы поработаем, вот как-то вот эту вот моторику, надо включить вот эту нейромышечную связь, вот эту организовать. И вот это мы поработаем. Потому что оно сразу по телу видно. Вот со спины как раз. Глядите, вот у Дарьяна Ядса спина, вот там плита, такая трапеция. Вот по нему, глядите. Вот к этому надо стремиться. Вот эту обрисовать, вот эту плиту. Дарьян, он знает, как он это делает. И я знаю, как это делать. Я никому не скрываю, я говорю. Это там он просто называется тяга Ядса. А я вам сказал тут о содержании этого упражнения. Ну, а мы уже там, узнаем его досконально. Вот уделите внимание. Дальше у нас все идет по плану. Никаких вот абсолютно нету замечаний. Все идет, по-моему, отлично. Ну, может интернет поправит, потому что там действительно есть такие люди соревновательные, которые... Ну, я в принципе насмотрелся на соревновательные тела в доле, в попере. Очень много посмотрел. Олимпий за свою жизнь. Там достаточно эксклюзивные у меня там. Там Ибертила Фокса тренировка. Есть это тот, который вот это сидит пожизненно, там убил тещу и жену. Не знаю, мы заслуживали. Но в принципе забирать жизнь это не человече дело. Вот это надо, если уже, ну, крайне там кто-то уродлив. Ну, видно, у него просто планка упала. А вот так он мне, я наблюдаю за ним на тренировках. Любимые были тренировки. Они такие приближались больше к реальности. Вот я очень любил смотреть. Я по многу раз их смотрел. Это давно было. Но у меня в плохом качестве. Если что-то на пленках, перезаписывался много раз. И вот это он пожизненно сейчас отбывает свое наказание. Ребята, давайте будем заканчивать. Значит, в принципе, мы, по-моему, обо всем сказали. Или нет? Ну, сейчас кажется, что вроде бы обо всем сказали. Ну, вроде обо всем. Но я вам скажу, что у нас всегда экспромта. И я всегда экспромта, вот к любому ролик. Это экспромт. Я без телесуфлера. Ну, поверьте мне, конечно, без телесуфлера это очень сложно. Очень сложно. И нас поймут, если мы тут где-то, у меня там какие-то тавтологии и так дальше. Там где-то что-то пропускаю, где-то глотаю. Есть. Когда речь экспромтная, она косноязычная зачастую. Вот как определить? Человек по телесуфлеру говорит или не с телесуфлером говорит? Определить очень просто. Возьми, Горич, послушай. Если она причесанная, она и на бумаге также причесана и так дальше. А вот если взять речь непричесанную, экспромтную и записать на бумаге, так это, можно сказать, это какой-то ненормальный писан. Вот так это бы различается. То есть мы не так говорим экспромтом, как пишем. Вот я пишу достаточно причесанно, ко мне никто претензий не предъявляет. То есть я люблю достаточно грамотно писать, достаточно причесанно, хотя я не зациклюсь даже на той же грамотности. И особо людей за неграмотность не упрекаю и так дальше. Я просто считаю, что грамотность и уважение я стараюсь писать грамотно. То есть я стремлюсь оказывать людям уважение, поэтому грамотно. Я вначале тоже делал ошибки, тыкал все, но все имеют право на вы. Я считаю, что даже тот же подросток, который ко мне заходит, что он заслуживает уважения, хотя бы за то, что он ко мне зашел. Даже за это. Поэтому нас интернет простит за нашу неказистую технику, выполнение вражения, за то, что я где-то неказисто разговариваю, где-то нескладно, где-то костоязычно, где-то болтливо, по-всякому. И мы к интернету отнесемся точно так же, с прощением, даже если неправильно нас будет критиковать, даже если неправильно будут высказывать свои неопытные взгляды. Итак, ребята, до встречи, пока. Ну, я пока выключу, я нужно сказать, что вроде как пытался что-то спланировать. Вот думаешь, вот я это скажу, вот я это скажу. И что, не на бумаге записываешь, а ходишь туда-сюда. В итоге, когда уже до разговора, начнешь плацать, он уже куда-то улетает, план, и тут же плывешь уже по какой-то своей программе. Не, ну все равно, это хорошо, нормально. И ты уже думаешь, ой, как же заполнить вот это, будет перерыв такой, знаешь, вот какая-то пауза, деловка, надо ее быстро заполнить, начинаешь как-то сбиваться с мыслей. Ну, я считаю, что не сильно с тобой это бить, и хорошо, что можно чего-то резать. У меня там вот бывает, знаешь, вот что-то бряхнешь, а то, ой, это ж я уже ничего не могу сделать, теперь люди услышат. А то, о, это ж можно монтаж. Это помню первые ролики, там большие паузы, потом, там, ну там всякое такое, оговорки, вот эти ну там. Я люблю повторять, у меня это весь такое, знаешь, крайние, вот что-то у меня вот это определение, крайние. Скажи, большие, там, максимум, крайние, кругом крайние, там, крайние, крайние. Тоже заполнение вот этих пауз, когда человек начинает думать. Да, кстати, экспромт так и выглядит. Ты же так как, вот чтобы говорить экспромтом, ты должен подумать, а вот это, боишься этих неловых пауз, лучше были бы паузы, как у нашего Януковича. Серьезно, это правильно, это было бы просто хорошо. Ну там сильно уже положено. И я, получается, там, когда уже это, начинаешь там подрезать эти, сейчас я уже как-то вкурил. А вкурил, это у меня, вот видите, остались еще вот эти вражухи, когда я вот это курил, вперед, когда курил. И получается, что вот начинаешь резать, то у него здесь надо резать. Ну, где-то эта резость уже начинает быть видна. А первые ролики, да, конечно, они критиковали. Вы там чуть не упали. Вы там, там, параситапчик, вот там один этот, каевищестрый, пиздер, мне там порекомендовал. Чем какие-то такие рекомендации, люди привыкли, что человек с телесуфлёгами шпарит, вот так вот по телевидению, там или вот нашим, уже не поющий, а говорящий, стрельчинзил. Вот, и уже воспринимают такую речь, да нет, вот он там тормозит, он там уже, там, тень такой, да, по-всякому. Ну, вот видишь, вот так вот, кстати, реально и выглядит. Вот планируешь, думаешь, это, вот так и вы там думаете, ой, вот это меня увидят. А потом, когда привыкнете, поверьте мне, все пойдет своим чередом, и я буду уже закрывать вам рот, останавливать, перебивать, потому что все к этому идет. Так что вот так, ребята, там надо все-таки выключить, что там батарейка сядет, а потом... Разряжается. Да. А я же еще раз посмотрю. А в Санкт-Петербурге, смотрите, течки не надо. Вот смотри, вот Богдан, давайте, вот смотри, делаем просто, вот это Иван, вот это Богдан. А вот теперь можешь сравнить. Да, Иван, я там, конечно, тебя опустил по бицепсу, не хотел, честное слово. Я сначала подумал, так, что-то не то, думаю. Это было как Богдан, надо было с грифом сделать, с антенками сделать. Так ты сделал подход с грифом. Ну, так, ладно, один, так, да. Не, Богдан, молодец, вот я же просто, молодец. Да я сам обрадовался на мой класс, больше, чем у Ивана. А теперь, а вон, все-таки, не больше. Вот ты знаешь, я привык, что Ваня, он, понимаешь, вот как-то, он всегда успешно и выглядит, и вот тебе надо вот эту ауру успешности получить, и у тебя будет и результат получше. Ты запомни, что каждый человек имеет право на успех. Вот смотри, 600 тысяч сперматозоидов шуруют, а ты один вижу. Вот для примера, а если 600 миллионов выше, да, пол 600 миллионов. 600 миллионов, нифига себе, это полторы Америки население, это две России населения, и тут ты выплываешь. Я один на 6 миллионов. Победитель, 600 миллионов их было у папы, а я один. Ты уже победитель. Вот каждый человек, который пришел в этот мир, он победитель. Ты вдумайся, это очень глубокий смысл. И когда ты пойдешь от самого истока, от своего личного сперматозоидного прошлого, поверь мне, ты действительно будешь героем. Вдумайтесь, вот 600 миллионов, и ты уже победителем пришел в этот мир. А так бы ты мог остаться в том мире. Понимаешь? Просто Ваня на 40 минут тебе передел. Это знаешь, как в анекдоте, когда два близнеца, я уже рассказывал, как два близнеца сидели, и один к другому говорит, слушай, как там в миру, в утробе матери сидят там, как там в миру? А другой говорит, да оттуда никто не возвращался. Вот так как бы боимся убирать, а там уже жизнь как раз начинается. Вот так вот классно. Поэтому, Батан, давай договоримся. У тебя печать победителя должно быть. Не сдавайся. Победитель, понаблюдай за кем-то. А за братом хотя бы понаблюдай. Вот у вас будут одни и те же ситуации, но он уже там с каждой клеточкой своей борется, которая говорит, не хочу. Вот и в этом отказ. Хотя ты отказ получаешь. 100%. Но печать победителя еще надо. То есть все есть, но просто бум, вот я победитель. Чтобы видно было всем. Да, надо. Это будет, скажем. Увидишь, будет. Потому что ты не сможешь иначе. Очень тяжело быть белой вороной среди черного воронья. Они тебя в черную краску покрасят. Но ты в хорошем смысле белая ворона. Да, вот то же самое и наоборот. Понимаешь, когда белая стая, а тут черная. Все ее раз, побелите ее. Понимаешь? Поэтому мы тебя сделаем. Ты будешь... Ну мы белые вороны. Мы, кстати, как натуралы. Мы белые вороны. Да. Мы такие стаи черные. Это черные стаи. Да. Но ты, так как ты с нами, с натуралами, ты будешь... У тебя сделаем. Да, белая. Ты будешь победителем. Вы видишь? Это еще прибазило, получается, ну, среднее значение, да, 5 сантиметров погрубную клетку. Да, 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 да. Ну, ты понимаешь, там не совсем точные замеры, может быть. Ну, вот так. Ну, в принципе, да. На вдохе и на выдохе. Это, я помню, на вдохе он просто вдохнул, на выдохе просто расслабленное положение. Да. А в напряженном состоянии. Ну, я тебе хочу сказать, что эти замеры не такие, они больше визуально видно. Но они косвенно могут показать. Вот, допустим, вот как мы талию, там вот как раз, я же сказал, как оно влияет, вот насчет тары. Вот там в этом плане стали и прочее. А так тоже и грудь. То есть я не деанцентирую нормальные, что можно штабами там потерять 2 сантиметра, вообще запросто. Ну, просто вы говорите, как, вот если будем делать вот, это сколько у нас, третьи замеры? А если их будет 6, там 12, 24, о, вот там уже будет видно. Вот я, вот увидите, у нас этап, вот 2 года. И мы потом, вы будете вспоминать, какими вы были. О, вот это, вот я вам показал этот мотивационный ролик, да, вот там где, так, катлер был такой, стал такой, цельсвиллер был вот такой, дричь, а стал вот такой. И там и пошло, и поехало, да? То есть вот так вот, и вы точно так же у вас будут. Ну, тогда вы уже, вот знаешь, вот тогда, вот 2 года, вот как армия, вот эти пацаны, пришел там, такой худенький, с армии приходил, плечи расправленные, вы этих, там, я помню, вот в детстве, знаешь, так смотришь на этих, как в армию, и не саму хотелось в армию, чисто для того, чтобы изменить себя. А это же те времена, когда, вот вы не знаете, были времена, это сейчас все на пиво от этой молодежи села, там, и так далее. А раньше были времена, когда, вот, все пьют беломицны, такое вино было, все там, движения среди молодежи было, да. И так вот идет наркоман, все, о-о-о, наркоман, пошел. Да, и все, что, а потом проходит какой-то период, и уже все вот эту травку покурят, этот план он тогда назывался, травку покурят, и идет вот этот, который пьет беломицны, все у него уксус, там, винный бык, там, я их вспомню. Вот такое движение было, это сейчас уже как-то молодежь, там, либо падает, ну, опять-таки, там, пивные бочки, это, либо идет все-таки в спорт, там, занимается нормальным движением. Какое-то, знаешь, уже такое, а раньше, как это, серое масло, вот это советское было, вот, это задвинетая молодежь. И как вам, а как вам результаты? Раз, класс, класс, класс. Вот скажи, знаешь, как, Антон, когда тебя пустят, раз, так, честно. А я не хотел, честное слово. Я так думаю, так, 39-10. А я сам тогда расстроился. 39-7, я понимаю, это почти 40 лет. Я сам тогда расстроился. Вот, понимаешь, я сам расстроился. А по мне видно, я сам молкаю. Ты когда вот тут взвесился, я-то, первое, ну, я вас близко очень, ваши результаты воспринимаю. Не то, что, потому что я там свои, это вы показываете. У меня аж, обычно там, помните, вот, посмотрите предыдущие замеры, я там разговариваю, так, достаточно приподито. А тут ты как встал, знаешь, когда ожидаешь, что, ну, будет, ну, не меньше, 8-10. У меня что-то, раз, 8-10. А потом, раз так. А, у меня, как раз, у меня, уже язык сам прирос. А потом, когда бицепс померил, у меня, а, видно, у меня звенье упало. И когда бицепс померил, а я же старался присмотреться. Думаю, боже мой, а тут и бицепс 38,5. Что-то там, Ваня, намутил, что-то, что-то, да, вот, что-то как-то и не так. Вот, и думаю, а как же так, а как же там рассказывать, как вы там летали. Да, да, да. А, видишь, оказалось, все совершенно иначе. Вот поэтому я сейчас такой довольник, вот, какие-то. Ребята, какой-то довольный, смотря, 1,2. Ну, Богдан, ну это не умоляет твоей. Я за тебя, знаешь, как вчера радовал. Вчера, вчера, да. Нет, ну вы молодцы, оба. Оба. Конечно, резервов валом. Валом резервы, я их вижу. Так, а, помните, я... Так, а, дядя Лёнь, какая-то программа вы говорили, там, где... Кто-то посчитал, что-ли, да, максимальный, то есть, какие максимальные результаты может достигнуть человек при его конституции тела? Там что-то вы посчитали... Коэффициенты вот этого, Джон Макалова, да? Да, 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 да. У меня, по-моему, даже 39,7. Да, 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 максимум. Там, по-моему, даже меньше, чем 39,7. Сейчас уже 39,7 получается. Кстати, вот это показатель замок Роберта. Что-то какой-то вообще... Человечесик непонятно откуда. Ты понимаешь, такое ощущение, что этот Джоэйдер заказал труд. Вы думали, это у Мак-Роберта, там, типа, на хипре сидите, где-то, в пещере. Ай, кошмар какой. Да, ну, это вполне возможно. Потому что, там, Вейдер, там, столько мифов зародил. Они до сих пор, да, гуляют. Особенно, что делать с новичками, вот эти вейдеровские программы для новичков, это полный пипец. Это убить. Это... Это же дохими, да, и все это же. Ну, во-первых, нет, они что, не говорят, что это, там, химия? Нет. Они вот это придумали, дают новичку, а он выжил, не выжил, вот так. А там, ага, выжил, мы его берем, и дальше, раз он выжил, живучим же, потом химозом, боже, твой. Да, да, я думаю, там задумка такая была конкретная. Серьезно, надо так вот вдуматься. Вот, чтобы химию жрать всю жизнь, это здоровье иметь, начальное, генное. Ну, да, сразу после неотбор такой продукт, вот так сказать. А получается, да, вот ты даешь новичку все, там кто выжил, а выживает сильнейший. Вот как 1600 миллионов выжил, да, смотри, вот так и там. И он, и вот дальше берут, ага, хороший наш подрастающий материал, живучество, то, что надо. Теперь мы химию вбахаем, и мы выращиваем на следующей школе, боже, кратлера, да, и лаве. Деньги, 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 да, вот это, конечно, золотой телец, эээ, стал такой бодибилдерным кельцом на сцене. Боже мой, да. Возьми, полюбуйся, полюбуйся моим именем. Я набрал больше. В смысле, я набрал больше. Я набрал больше. Вот там я не сказал. Вот видишь, вот мы сейчас говорим, я там не сказал, это вспоминаю. Ты что, жирко набрал? Ой, это сколько? Вот это твоя масса, это твоего жирко. Ага, а вообще так, вот смотри. Так, весу, плюс 1,7 вагнан и плюс 1,1. 200 грамм мог набрать жиро? Да, поставь там еще. Ага, значит, в целом, получается, одинаково. В целом одинаково. Ну, в принципе, мы же так качаемся одинаково. Одинаково. Вот даже, вот я понаблюдал, знаешь, хорошо, что мы снимали, там, знаешь, что-то не навязчиво, не для интернета, в принципе, для себя, вот этот отказ. Я за вами и понаблюдал. Ты тоже отдаешься. Ничего не могу сказать. Я сначала, знаешь, на тренировках мне казалось, что ты где-то там как-то... Нет, просто ты уже, когда уже отказ, и ты уже идешь, уже отказ произошел, а ты все равно идешь, уже произошел. Просто Ваня, он тебя лучше со своим телом разговаривает и чувствует, когда, чего надо. Он чутко, знаешь, у него отказ, и не идет дальше. И умница, но он выжимает от отказа все равно. Ты тоже, просто ты еще в детском попытке, там за отказом уже закончил. Знаешь, как уже, уже все хулаками отмахали. И тут... Да, 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 да. Спасибо за вас. Да, да, да. Да, но в целом, молодец Богдан. Вот когда мы начинали, кстати, вот Иван, я за тобой, ты вот всегда как-то был, ты же более такой, ну, может быть, а, более инициативный, вот так, не общительный, потому что мы одинаково по общительности. Вот более инициативный такой. Инициативность, она всегда замечается. Я тебя раньше вот замечал, считал, что мы одно лицо. Да, 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 да. А когда я уже там, значит, вот в Истоке, я думал, ну все, вот у Ивана пойдет, а у Богдана нет. Опять-таки, потому что у тебя печати вот этого нет, успешного победителя, а в тебе заложено. Вот ты понимаешь, вот это, такие мысли, а фактически это же не так. Это не так. Вот поверь мне, у тебя потенциал не хуже. Не только физически. Естественно, понятно, что ты близнец. Но вот ментальный, вот эта ментальность, что я победитель. Опять-таки, 600 миллионов, а вот сколько. Да, уже героя. Раз, прицепим.